И от изобретений переходим к культуре. Очередная рубрика «Арт-стоп» Евгений Шафранок. Сегодня репортаж сразу с двух выставок в выставочном центре КИМ. Всё, можно, спасибо. Впервые мне кажется, что это сон. У нас в эфире были показаны полотна Айвазовского и Репина, а теперь я пытаюсь рассказать про резиновые перчатки как произведение искусства. И, тем не менее, в арт-галерее КИМ проходит сейчас две экспозиции. Одна – дело рук эстонской художницы Америки Эстны и называется «Путеводитель резиновых перчаток». Вторая – это расследование, выставка, созданная латвийской художницей Майей Куршевой. Начнём с гостей. Америки Эстны известны тем, что вся такая несуразная, вся такая противоречивая. В смысле? Находятся в постоянном поиске способов изменить наше мнение о всей живописи в целом. Считается, что её работы провокационные, заставляют зрителя прямо замереть и переоценить представление живописи в пространстве. Ну а дальше – весь современный стандарт. Отсутствие гранит, смещение пространства, бесконечная инсталляция и сплошная концептуальность. Я это сказала. Вообще, нужно сказать, что в современном мире искусства существует специальная должность. Это гид по выставке. Его задача не провести вас по коридорам музея, а задача провести вас по коридорам сознания самого художника. И без его помощи выставка, как правило, не работает. И эта выставка не исключение. Вот нам здесь дали куратора, и куратор нам открыл их глаза. В Америке Эсме старается представить живописи как сцену для разговора и для самовыражения. И если во всех остальных музеях тишина должна быть библиотеки, то здесь можно становиться на сцену и вещать, общаться, рассуждать, обсуждать и анализировать те работы, которые здесь представлены. Кстати, резиновые перчатки – это абсолютный символизм. Никаких перчаток резиновых здесь нет, но они есть на холсте. Это небольшая ирония на тему женщины-домохозяйки, которая становится все-таки женщиной, которая имеет право что-то говорить, что-то делать, в том числе и создавать картины. Вот такой приятный феминизм. Равноправие. Эти червячки – это не червячки. Это символ змеиной кожи. То есть змея ее сбрасывает и обновляется, так и мы сейчас сбрасываем все старое и обновляемся, открываемся для всего нового. Равноправие. Аллегория и символизм в современном искусстве – наше все. Все. Интерпретировать работу можно как угодно. Однозначно, что здесь есть возврат к прошлому. Это какие-то ритуалы. Природа, естественно. Как же женщина без природы? Поэтому она здесь красиво украшенная. Я надеюсь, это не могилки. Говорят, это клумбы. И можно было бы сказать, что это, конечно, тараканы в нашей голове. И тоже мы были бы правы. Но на самом деле, конечно же, нет. Это все та же змеиная кожа. Кстати, очень интересна техника исполнения. Наносит фон, наклеивает скотч, красит валиком, потом все это снимает. На самом деле, очень кропотливо. И я сначала подумала, что это стена. А нет, это вот огромное-огромное полотно. Одна из главных идей, что современные технологии меняют наши социальные привычки. А значит, отдаляют нас от традиционного труда. И, конечно, главный вопрос – что делать? И каким будет наш мир будущего? Николай Гаврилович Чернышевский и думать не гадал, о чем будет валить наша голова спустя полтора века. Вторая выставка расследования Майи Куршевой. Майя Куршева – молодая, амбициозная художница, подающая надежды. А в этом году ее кандидатура была выдвинута на премию имени Пурвитеса в области изобразительного искусства. Если читать описание выставки, то легко запутаться. Понятно, что это изображен творческий процесс. И в этом творческом процессе самая главная линия, которая постепенно превращается из объекта в объект, и все вместе создает бесконечное настоящее, которое рано или поздно становится прошлым. Это что-то из серии «Алисы в стране чудес», а это варенье на завтра. Но завтра так и останется завтра. Ну, потому что непонятно, как бесконечное настоящее может закончиться, оно же бесконечное. Но нам помог куратор, нам все объяснили, и, на мой взгляд, это прям круто. Вот это вот изображение огромного листа бумаги, в который ты погружаешься, как в какой-то творческий процесс. Ты в него погружаешься и выходишь из него, создавая что-то. Отдельно стоит обратить внимание вот на эти листы бумаги. Это кипа бумаг, которая постепенно будет расходоваться для того, чтобы создать тот единственный эскиз, который будет считаться идеальным. Вот здесь сейчас, каляка-маляка, постепенно бумага расходуется, расходуется. В конечном итоге готовый портрет. Ну, прям вау. Ну, прям классно. И здесь тоже символизм. Несмотря на то, что здесь нарисовано что-то из серии, палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек, это тоже символизирует лист бумаги, на котором запрятан какой-то эскиз. Мы еще не знаем, что это будет. Мы его так просто себе представляем. Ну, а дальше мы, конечно же, опять погружаемся в процесс. Я, на самом деле, в него погружаюсь, потому что это просто приятно. Но в описании этой выставки есть изумительный факт. И такие пассажи, честно говоря, расшатывают мое здоровье эстета. Внимание! Рисунок отражает лишь то, что прошло время. Но, говорит художница, лист с листом создают объем, линия к линии, движение, и все вместе создает время. Постепенно складываются кипы бумаг, а я, говорит Надежда латвийского изобразительного искусства, нахожусь в стеноте, расставив руки и ищу стену. И только мысли освещают мое местонахождение. Ух ты! Ку-ку! Откопали оператора кипи бумаги. Чтобы никто, не дай бог, не подумал, что современным художникам легко живется, видеоряд. Я умею делать зайчика. И музыка и движение этого объекта должны объяснить далеким от творчества, искусства людям, насколько труден процесс создания какого-либо шедевра. Эта линия – просто движение руки художника, который рано или поздно что-то создаст. Но пока это только наброски. И идет, судя по всему, довольно туго. Если хочется взглянуть на полотно и расплакаться в приступе меланхолии, то это точно не сюда. Потому что здесь авторские аллюзии, ностальгические нотки и романтический фон не считываются без профессиональной помощи. Именно поэтому в арт-пространстве Ким всегда предоставляют куратора по выставке. Рекомендуем вам обратиться к нему. Продолжение следует...